У нас сейчас на телерадиоканале «Страна АПМ» новости науки и технологии, и в рамках этой рубрики, я надеюсь, будет блестящее интервью, которое будут проводить Влад Кутузов. И Валерием, как мы себя любим, так? И Валерий Майоров. Ну и, друзья, как уже мы говорили в прошлом части, у нас сегодня в гостях замечательный человек, ведущий научный сотрудник Института биофизики Российской Академии Наук, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Валерьевич Корнаухов. Добрый день. Здравствуйте. Правильно всё перечислили? Ну, более-менее. Хорошо, позже разберём. Хорошо. Слушайте, давайте начнём, уж раз у нас такая серьёзная тема. Так я вот с чего хотел начать. Я готовился же, изучал и выяснил, что существует как минимум две категории учёных, которые в этой теме. Одни говорят, ребята, это всё ерунда, всё развивается по принципу маятника, каждый там 15-20-25 лет то холодает, то теплеет, и всегда так было, есть и будет. Другие говорят, нет, всё совершенно не так, на самом деле потепление идёт, и с каждым годом всё больше и больше в градусах за определённое количество времени. Кому верить? Вы знаете, я бы сказал, что вот та первая категория, которая говорит о том, что всё, в общем-то, так оно всегда было, и так оно и будет, и ничего особенного не происходит, это сейчас уже такая исчезающе малая категория учёных. В какой-то степени центр дискуссии сместился немножко в другую плоскость. То есть часть людей говорит, что да, идёт глобальное потепление, оно, его отрицать нельзя, но, во-первых, непонятно, то ли человек это вызвал, а во-вторых, ничего страшного от этого глобального потепления нет. Россия холодом, жарой не избалована, и нам лишняя парочку градусов не помешает, так что, в общем, это глобальное потепление ничего страшного из себя не представляет. И другая категория учёных, которая говорит о том, что, вы знаете, если так всё будет продолжаться, то вообще температура может измениться не на 1-2 градуса и даже не на 10-15, а может на все 100 градусов, и жизнь на нашей планете исчезнет, и вообще говоря, всем нам будет очень плохо. А пока она ещё не исчезла, то есть в ближайшее время вообще у нас усилятся ураганы, значит, всевозможные землетрясения и всяческие такие аномалии погодные и природные, и будет совсем плохо. А ещё может вдобавок остановиться Гольфстрим, и все мы ещё замёрзнем на фоне глобального потепления. Это вот другая как бы категория учёных, к которой я принадлежу, которые тоже теперь делятся ещё на две категории. Значит, одни говорят, что сделать уже ничего нельзя, так что давайте, ребят, как это называется, расслабимся и получим под конец этой жизни удовольствие, а когда нам совсем станет плохо, переселимся на другие планеты. Это вот Хокинг. Это вот Хокинг, такой известный английский учёный, который, ну, собственно говоря, он поддерживает как бы мою точку зрения о том, что всё будет очень плохо, Земля может превратиться в подобие Венеры, но при этом он почему-то считает, что не то, что мы должны объединиться все вместе и как бы что-то исправить на нашей планете, а он считает, что мы можем и, в общем, должны смотреть, так сказать, на звёзды и попытаться найти себе новый дом и гадить уже там, как бы снова, как бы с новыми силами. Неплохие перспективы для человечества. Понимаете, вот, собственно говоря, так вот я коротко описал вот основные, значит, категории учёных, которые присутствуют в этой области, ну и между ними развивается дискуссия, она ещё, так сказать, туда политики время от времени вмешиваются, туда ещё, собственно говоря, участвуют в этом средства массовой информации, простые люди. В общем, все, кому не лень, все на эту тему говорят, и разговоры про погоду приобрели такой ожесточённый, значит, иногда уже характер, что уже, как говорится, помните, как в Англии было, что когда не о чём говорить или когда на такой светской беседе, надо говорить о погоде. Вот сейчас это уже правило, оно как-то перестаёт действовать, потому что столько скандалов вокруг этого всего. — Алексей Валерьевич, но всё-таки вопросов огромное количество вот внезапно возникло, я даже не знаю. Смотрите, вот о чём хотел спросить. Всё-таки вот то, что происходит в плане климата, в плане погоды, это, по вашему мнению, в большей степени рукотворная вещь? Или оно само, что называется? — Значит, во-первых, погода всегда капризничала. Она капризничала, капризничает, будет капризничать, и эти капризы погоды, они всегда, как говорится, вот, так сказать, мы их наблюдали, и наши предки их наблюдали, да, вот, и это всегда было, и это всегда будет, и в этом отношении я не могу спорить с теми людьми, которые говорят, что вот и природа капризничает. — Да, она капризничает, но на эти капризы накладывается такой очень, значит, заметный, и сегодня всё больше уже заметный такой тренд, что она просто абсолютно раскапризничалась, как бы, и вообще вышла из себя, и вообще, в принципе, чуть ли не, так сказать, вот, не буянит, и вообще сошла с ума. — Это она из-за нас? — Похоже на правду. — Да, и вот, на самом деле, я считаю, что роль человека, она, значит, очень заметна, потому что концентрация ключевого парникового газа на нашей планете в атмосфере изменилась за последние 200 лет примерно в полтора раза, но, если быть точным, это на 43% изменилась концентрация, и это ключевой параметр, влияющий на климат нашей планеты, на температуру нашей планеты. Это самый главный параметр климата этой температуры. Вот, и если бы не тепловая инерция, огромная тепловая инерция мирового океана, который, ну, его ещё надо время, чтобы нагреть, а ещё там у нас льды в Антарктиде, в Гренландии, там, на горах, которые надо растопить, чтобы нагреть нашу планету, то это всё сдерживает рост температуры, и сейчас мы наблюдаем не 5 или 10 градусов потепления, как это было бы, если бы не было тепловой инерции, а всего один, ну, может быть, там, в некоторых районах полтора-два градусов. Глобального потепления, точнее, регионального потепления, вот, 2 градуса, 3 градуса, это такие вот особые зоны. У нас, кстати, вот в Сибири достаточно быстро идёт потепление. Ой, вы знаете, про Сибирь хотел спросить отдельно, там интересный вопрос, есть тоже в связи со всякими предсказаниями и так далее, но я задам вам его буквально через несколько минут, друзья, продолжим говорить о климате, о глобальном потеплении совсем скоро, прямо сейчас прервёмся ненадолго. Страна ФМ Друзья, напомним, прямо сейчас на телерадиоканале Страна ФМ продолжается наша программа наук и технологии. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института биофизики РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Валерьевич Корнауков. Еще раз добрый день. Давайте сразу в Сибирь уедем, потому что мы обещали, как всем, а потом уже, ну... Ну, давайте в Сибирь, да. Слушайте, ну, хоть мне, если вы начали об этом тоже говорить, что в Сибири, ну, практически через там несколько десятков лет, чуть не Майами, будет, понятное дело, без моря, но пальмы вполне могут себе произрастать. Насколько это реально вообще? Ну, в принципе, в принципе, мы наблюдаем многие такие вещи, как, например, у нас пару лет назад во Владивостоке акулы, значит, начали нападать на людей там, и вот, собственно говоря, это такие вот... Климатические изменения, которые мы вот наблюдаем. Еще одно такое неприятное, потому что, понимаете, пока пальмы, еще время должно, чтобы они выросли, понимаете? А вот малярийные комары там и малярии вообще, она область своего действия, как бы, и область распространения увеличивает. То же самое мы, можно сказать, про энцефалитных клещей, которые начинают... Кауки ядовитые. Вот, 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 понимаете? Вы думаете, что к нам пальмы, прежде всего, оттуда, из тропиков придут? Да ничего подобного. Какая-нибудь муха-ЦЦ прилетит, вот что ужасно. Ну, как хочется надеяться все-таки на какое-то более-менее светлое, это будущее. Надо грабо смотреть на лище. Нет, на самом деле, самое ужасное заключается в том, что потепление климата в Сибири имеет такое следствие неприятное, которое заключается в том, что огромное количество лесов, которые привыкли расти в одном климате, они, оказывается, на самом деле растут уже теперь не совсем в таком климате, в котором они, в общем, привыкли расти. Из-за этого деревья сохнут, погибают, возникает, увеличивается количество сухих деревьев, больных деревьев в лесу. Из-за этого возрастает вероятность лесных пожаров, и это, на самом деле, проблема всего мира. Это не только в Сибири. Я вот сейчас вспомнила еще, что есть же у нас такое понятие, как вечная мерзлота. Это отдельная песня, потому что вечная мерзлота не просто тает, не просто будут постройки, скажем, разрушаться, которые построены на вечной мерзлоте, в конце концов, построим рядом новые дома, да, то есть эти постройки, может быть, и не так жалко. Жальче немножко заводы, которые там, и всякие трубопроводы, которые оттуда нам, собственно говоря, качают газ по зоне вечной мерзлоты, это, конечно, гораздо больше ущерб. Но еще одним следствием, таким вот очень неприятным, заключается в том, что в этой вечной мерзлоте содержится большое количество так называемых метаногидратов. Метаногидраты – это соединение метана и льда. Это метановый лед, который при повышении температуры будет разлагаться на воду, которая будет утекать обычным образом в океан, и метан, который будет попадать в атмосферу, который гораздо более активный парниковый газ, почти в 20 раз более активный, чем углекислый газ. И будет дополнительно разогревать нашу планету. А его настолько большое количество, может быть, что он как-то может повлиять на… Его огромное количество. Он вообще может в облаком пойти и целые зеленые пункты выкосить. Его гораздо больше, чем то, что мы добывали, добываем. И, в общем, его хватит на то, чтобы разогреть нашу планету градусов на 50 вообще, в принципе. То есть, получается, прям промышленные масштабы какие-то? Я бы сказал, геологические. Это больше, чем промышленные. А стабильность? Мы уже не сможем остановить. Мы уже можем перейти на электромобили, мы можем вообще, как это называется, влезть на деревья и жить в пещерах, понимаете, и ничего не выбрасывать. Но уже система начнет раскручивать себя сама. Это так называемая положительная обратная связь, понимаете, лавинообразный процесс. Это потеря устойчивости, понимаете. Расчет идет сейчас как на минуты. Вот это точка невозврата второго рода. Это когда мы уже ничего не сможем сделать. Когда рост температуры будет приводить к тому, что будет разлагаться огромное количество этих метаногидратов. Эти метаногидраты будут выбрасывать в атмосферу дополнительное количество метана. А это дополнительное количество метана еще будет поднимать температуру Земли. И этот процесс будет самоподдерживающийся, понимаете. Нашего участия уже здесь не потребуется. Мы запустим этот процесс, а остановить его уже не сможем. Вот в этом существует главная опасность. В принципе, этот процесс нами уже запущен. Потому что, как я уже говорил, то количество углекислого газа, которое сейчас находится в атмосфере, это достаточно для того, чтобы нагреть нашу планету, может быть, на 5, может быть, на 10 градусов. Здесь точные оценки пока трудно давать. Но это значительно больше величина, чем то потепление, которое мы сегодня наблюдаем. И при таком потеплении, 5-10 градусов, метаногидраты гарантированно будут разрушаться в огромных объемах. Они уже сейчас разрушаются. Это вот знаменитая там дыра на Ямале, например. А есть еще большие такие вот объекты, которые связаны с разрушением метана. Они, например, разрушаются на дне морей и океанов, которых мы не видим. Понимаете, эту вот метановую дыру, грубо говоря, там 100 метров в глубину, там и 20 или 30 метров в диаметре, ее можно видеть. А то, что происходит на дне, скажем, моря Лаптевых или там в Охотском море, мы не увидим просто так. А геологи, которые на своих геофизических судах бороздят там эти моря и смотрят специальными своими приборами, тестируют все вот это состояние метаногидратных залежей, они видят, что они разрушаются, что идут пузырьки просто поднимаются. И, в общем, это такая любимая тема для, скажем, вот таких научных фильмов, которые делает BBC, там, может быть, National Geographic, вот когда там группа людей приходит на какое-нибудь озеро в Канаде где-нибудь на севере, и вот начинают эти ловить пузыри, которые идут, значит, поднимаются со дна этого озера и потом поджигают. Алексей Валерьевич, ну, смотрите, все равно, вот мне кажется, не то, что мне кажется, я сейчас объясню свою позицию, не все так очевидно, потому что, допустим, вот эта зима в Москве, да, где мы живем, она, конечно, ну, аномально теплая, без сомнений, но летом в июне было плюс 8, и все это хорошо помним, и, а прошлой зимой, я помню, две недели было минус 33 практически, когда машины у полмосквы не завелись, да, помните? Значит, и это мы как раз переходим плавно к теме стабильности Гольфстрима, потому что... Все это неожиданно сейчас. Совершенно парадоксальным следствием глобального потепления, таким для нас, для вот жителей европейской части России, и для европейцев, и для североамериканцев может стать вообще резкое такое региональное похолодание, связанное с перестройкой течений в Северной Атлантике. Дело в том, что вообще нормальный климат у нас в России, в Европе и в Северной Америке в значительной степени обусловлен вот этим вот с теплым течением Гольфстрим. Для этого можно хотя бы сравнить, например, погодные условия под Санкт-Петербургом и в Гренландии. Дело в том, что южная оконечность Гренландии и Санкт-Петербурга расположены на одной широте. Алексей Валерьевич, вот Гольфстрим очень интересная отдельная тема, давайте подробнее о ней поговорим. Говорим совсем скоро, мы сейчас прервемся, у нас несколько минуточек, послушаем музыку, и программа «Наука и технологии» продолжится на телерадиоканале «Страна-ФМ». Друзья, оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами. Первый и единственный в России, самый яркий, самый музыкальный телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Друзья, на телерадиоканале продолжается «Наука и технологии» наша программа. Алексей Валерьевич Корнауков у нас сегодня в гостях. Как мы не закончили, начали тему гольфстрима, крайне актуальную и интересную, давайте продолжим. Ну да, потому что вот все эти вот выкрутасы погоды, которые мы наблюдаем, они очень чётко ложатся в очень простую схему, которую учёные формулируют следующим образом. При приближении к точке бифуркации всякая система характеризуется повышенным уровнем флуктуации. Вот чтобы перевести на такой человеческий язык эту фразу, значит, прежде чем, вот когда у вас кончается бензин в машине, прежде чем машина у вас остановится, она у вас начинает ехать рывками. Понимаете, это вот общий, на самом деле, такой принцип вот работы всех систем динамических, что когда у вас вот есть такая вот развилка, распутье, как бы вот она может либо ехать, либо не ехать машина, то вот в этот момент, когда вот она вот размышляет, что и остановиться или дальше поехать, вот в этот момент она начинает двигаться рывками. И мы сейчас видим вот эти рывки. И они проявлялись вот последний год, это вообще просто иллюстрация классическая на тему вот таких вот рывков. Потому что все началось с того, что у нас Гольфстрим замедлился, и мы недополучили тепла весной. И мы все видели, как у нас там снег идет, я не знаю, на 9 мая на Красной площади. В Финляндии этот снег шел там все лето практически до июля. В июне шел снег у нас тут. В июне шел снег, в Санкт-Петербурге шел тоже снег, и в июле, по-моему, мне говорили, что снег шел. Но это, вы знаете, я просто хочу сказать, это детали. Потому что то, что нам недопоставил Гольфстрим, значит, сюда тепла, он это тепло на самом деле развернулся немножко раньше и поставил туда южнее. В этот момент, когда у нас здесь было холодно, в Испании, в Португалии стояла страшная жара. В Турции была аномальная пожара. Ну, вся Южная Европа страдала от аномальной жары. Почему? Потому что Гольфстрим не добил до нас, понимаете, он завернул немножко раньше. Привело это к тому, что там в этой Португалии, в Испании страшная жара, страшные пожары, там человеческие жертвы, это отдельная проблема. И вот люди думают, то ли жара, то ли холод. Да ничего подобного, один и тот же процесс. Просто он с разных сторон повернут разными своими краями к разным регионам нашей планеты. Потом вот это недопоставленное нам летом тепло, оно сосредоточилось в тропической зоне Атлантического океана. И примерно было на полтора градуса температура воды в тропической зоне Атлантического океана выше нормы. И это к чему привело? Потому что большое количество ураганов, просто рекордное количество ураганов, понеслось на Соединенные Штаты. И мы там три урагана, которые суммарный ущерб, который превысил тот самый знаменитый ураган Катрина, который вот был долгое время лидером по ущербу. Это Сан-Франциско, да? Ураган Катрина – это тот, который фактически потопил Новый Орлеан в 2005 году. Да, да, да. Там был большой ущерб, потому что американцы были не готовы к таким ураганам. Теперь они готовы к этим ураганам, но все равно ущерб превысил то, что было тогда в 2005 году. Следом, дальше что? Это недопоставленное тепло, собственно говоря, оно, так сказать, развернувшись там, пройдя где-то в тропической зоне Атлантического океана, оно все-таки добралось до нас осенью. И у нас была хорошая осень и более-менее такая теплая зима. Да, я имею в виду, начало зимы. Ну вот, получается, со всеми этими изменениями можно жить, а дальше-то как это все будет меняться, что жить-то будет нельзя? Вы понимаете, да. Проблема-то в том, что да, и мы сейчас видим то, что вот это тепло, которое, значит, поставлено к нам, вот, которое накопилось в тропической зоне, но при этом Америке этого тепла уже не досталось. И поэтому там рекордные морозы мы видим, понимаете. Сейчас эти рекордные морозы доберутся до нас, и мы, собственно говоря, вот живем вот в такой вот карусели погодной, понимаете, где аномальные периоды как бы друг за другом следуют. То мы имеем аномально высокую температуру, то аномально низкую. А может быть, как в фантастическом фильме, когда люди выходят в летние одежды на пляж, и тут раз мороз, и все прям заледенели? Мы имеем в виду вот... Послезавтра, помните? Послезавтра. Ну, это, собственно говоря, вот у меня статья вышла в 1994 году на тему механизма вот таких вот периодических оледенений. Там действительно было сказано, что этот Гальстрим вот так вот подумав-подумав, знаете, как машина вот, значит, она вот рывками движется-движется и останавливается. И это будет, правда, не совсем так, как в этом фильме, но это достаточно быстро. То есть в прошлом... Дело в том, что палеоклиматические данные говорят нам о том, что вот такие остановки, или, точнее, правильнее сказать, развороты Гальстрима случались в прошлом неоднократно. За последние 100 тысяч лет таких остановок было около 30. Это всем известные, хорошо известные ледниковые периоды. Знаете, мультфильмы на эту тему делают. Вот. Это... Вот их... Просто их классифицировали, эти ледниковые периоды. И вот последний, так называемый, молодой дряс, он закончился один с половиной тысяч лет назад. Это самый длинный период межледникового почти за последний. Там был только один длиннее, чем вот последний межледниковый период. И, в принципе, уже пора бы даже без всякого человека наступить очередному ледниковому периоду. Но мы за счёт глобального потепления можем ускорить это наступление спровоцировать. За счёт того, что тает льды Гренландии, огромное количество пресной воды выливается, значит, в Северную Атлантику и меняет, соответственно, условия формирования вот этих вот течений североатлантических. И может, на самом деле, наступить такое состояние, что Гальстрим не просто вот рывками будет двигаться, а просто остановится и всё. И будет, как послезавтра, температура понизится в Москве на 25 градусов, где-нибудь в Нью-Йорке там на 15 градусов. Как бы не хотелось как-то так вот экстремально. Ну, а что делать? То есть есть какой-то, оказывается, механизм? Ну, там есть такой вулкан, который может, на самом деле, не просто остудить, а вообще заморозить всю планету. Это вот в Америке есть такой Элстонский вулкан, который примерно раз в 600 миллионов лет извергается. То есть не только Америки нам тоже достанется? Всем? Ну, Америка там просто покроется таким слоем пепла и лавы. Практически там полтерритории Соединённых Штатов. Это очень крупный вулкан, очень крупное извержение. Значит, большое количество пепла поступит в атмосферу, и атмосфера станет непрозрачна для солнечного света. Наступит так называемая ядерная зима или вулканическая зима. В принципе, крупные извержения вулканов, они действительно приводили к таким вот холодным годам. Это Крокотау был в 19 веке, ещё такой вот крупный вулкан. Вот в этом веке, ну, в смысле, в прошлом веке, на памяти нашего поколения Пенатубу был такой крупный вулкан, который вот подмораживал немножко. Но вот Елстонский, он не просто подморозит, и не просто понизит там на пару градусов температуру, да, в каком-то регионе, он вообще глобальную температуру может тоже ещё понизить. Слушай, ну уже же много раз обещали, что вот там на следующий год, через три года, через месяц, через день всё это произойдёт, Америки не станет и всем будет плохо. Сколько у нас времени? Есть ли шансы на то, что, собственно, ничего не случится? Значит, во-первых, конечно, нужно всё-таки понимать, что процессы эти очень длительные в целом. В целом речь идёт о геологических процессах. Геологический масштаб времён – это тысячи лет. Вот остановки в прошлом, развороты Гольфстрима происходили действительно за один, два, может быть, три года. Это действительно очень резкий с геологической точки зрения процесс, так называемый странный аттрактор. Но вот такие вот… Да, кстати, вулкан тоже будет извергаться. Вы знаете, вот когда он начнёт извергаться, он будет извергаться буквально в течение, я не знаю, нескольких часов, и его мощность возрастёт в миллион раз, извержение. Поэтому это тоже резкий процесс. Но ждать этого извержения, в принципе, можно достаточно долго. Но нынешние климатические изменения увеличивают вероятность такого извержения во много раз. Вот сейчас я объясню, почему. Дело в том, что кроме вот извержения таких вот крупных вулканов, есть вообще говоря землетрясения. Вот если мы можем говорить о сейсмической активности нашей планеты по такому параметру качественному, как количество таких вот мегаземлетрясений с магнитудой больше 8,5. Вот смотрите, в 19 веке таких землетрясений было 7, 7 таких землетрясений было. В 20 веке таких землетрясений было 10. А за буквально 16 лет 21 века было 6 таких землетрясений. Понимаете? То есть количество землетрясений очень резко возросло, таких вот мегаземлетрясений. В чём дело? Как может изменение климата вообще влиять на процессы, которые происходят глубоко под землёй? Вот казалось бы, на самом деле не очень понятно. На самом деле очень просто всё. Дело в том, что глобальное потепление, то есть увеличение температуры, приводит к таянию ледников. А поскольку глобальное потепление происходит достаточно быстро, ну с геологических точек зрения, то рост, скажем так, таяния ледников тоже происходит быстро, поэтому быстро происходит рост уровня океана. То есть сейчас это примерно оценивается около 20 сантиметров, всего-навсего, казалось бы. Алексей Иванович, давайте мы об этом договорим, обязательно, потому что интересные истории тоже, и достаточно длинные. Ненадолго прервёмся, друзья, и через несколько минут вновь вернёмся к вам. Ну мы остановились на самом интересном месте, так почему же эти землетрясения настолько чаще стали повторяться с планетой? Ну пока ещё не настолько чаще, потому что всё ещё впереди будет ещё чаще. И вот эта вот тенденция, она может привести к тому, что начнут просыпаться вулканы, и в частности элстонский вулкан, потому что вот я немножко расскажу о механизме, почему это происходит. Значит, что происходит? Тают ледники, увеличивается уровень океана, всего на 20 сантиметров. Но казалось бы, что такое 20 сантиметров? Но если вы умножите на площадь океана, то вы получите вообще там триллионы тонн дополнительной нагрузки на литосферные плиты океанические. И меняется вот это изменяющееся распределение нагрузки на литосферные плиты океанические и континентальные. Приводит к тому, что они начинают двигаться. Вот это небольшое изменение приводит к тому, что это провоцирует движение этих плит. А движение плит – это, собственно, землетрясение. Если они будут, начнут двигаться ещё быстрее, они начнут трескаться, понимаете, и это уже будут вулканы. И вот, собственно говоря, один из таких вулканов – это может быть элстонский вулкан. Поэтому, на самом деле, всё здесь, конечно, не так быстро будет, как вот в этом фильме, знаете, 2012. Но это, в общем, тоже возможно. То есть потеря устойчивости земной коры, собственно, это как бы одна из неприятных таких вот… — Такой невесёленький прогноз. Я, знаете, ещё хотел бы быстро пока по этой же теме. А на территории России есть вот такая пока никому неизвестная штука, такое никому неизвестное место, которое может в один прекрасный момент раз и… — Ну, такой древний вулкан, например, крупный древний вулкан, спящий, который, правда, не извергается давно, довольно давно не извергался. Но, тем не менее, чем чёрт не шутит, да, это вот, знаете, господи, под Коктебелем, там у нас, собственно, в Крыму… Ну, в общем, в Крыму у нас есть вулкан, который по своему масштабу не меньше, может быть, и элстонского, просто он гораздо более древний, поэтому он спящий, элстонский более активный. Но, кстати, там тоже есть небольшие, там даже деревня есть, вулкановка. Вот, поэтому, в принципе, на самом деле, не так опасны территории, где традиционно идут землетрясения, например, для проживания, вот как в Японии, они привыкли к тому, что у них землетрясения, и у них произошло одно из таких вот мегаземлетрясений в Японии, который, если бы не ещё попутное цунами, которое вот разрушило эту электростанцию у них, вот, Фукусима, то, может быть, вообще бы, как говорится, особо никто бы не обратил бы внимания на это землетрясение, понимаете? Вот, потому что они привыкли. А вот гораздо меньшее по мощности землетрясение на Гаити, потому что они не привыкли к землетрясениям, они плохо строили, там, понимаете, привело к огромному количеству, там, около 300 тысяч человек погибло, понимаете? Вот, и это очень опасно, когда такие землетрясения происходят на тех территориях, где люди не ждут этих землетрясений. Вот вы в начале интервью сказали, что вторая точка невозврата, то есть, я так понимаю, что есть первая точка невозврата, где мы находимся? Вот мы уже как бы перешли первую точку невозврата. Это что значит? Это значит, что если мы ничего не будем делать, вот просто самоустранимся? Или, например, какая-то суперинфекция вот просто уничтожит всё человечество, например, и вообще говоря, мы перестанем выбрасывать углекислый газ в атмосферу, перестанем выбрасывать пластиковые бутылки. Это тоже не поможет? Это абсолютно нашей планете уже не поможет. Мы, вот я иногда говорю такую фразу, что мы настолько вот изнасиловали нашу природу, что мы просто обязаны теперь на ней жениться. Мы должны исправить ту ситуацию, которая сегодня у нас по нашей вине в какой-то степени, не в какой-то, а в значительной степени возникла. И мы должны предпринять целенаправленные, скоординированные действия всем человечеством по исправлению этой ситуации. Что можно сделать? Вы имеете в виду простому человеку? Простому человеку. Вы знаете, на самом деле, конечно, всё-таки должны действовать политики, те, от кого зависит принятие решения. То есть нужно менять вообще... Запрещать пластиковые бутылки. Нет, почему? Пластиковые бутылки можно перерабатывать, и они тогда перестанут быть опасными. Вообще, в принципе, мы должны стремиться к такому состоянию человеческой цивилизации, когда человеческая цивилизация вообще не производит мусора и загрязнений, и вообще никак не взаимодействует с окружающей средой. В идеале нам нужно было бы построить такой гигантский стеклянный купол, понимаете, отгородившийся от всей остальной природы на нашей планете, и жить только внутри этого купола, создав себе все необходимые блага и живя в очень комфортных условиях. На самом деле это, в принципе, было бы возможно. Не обязательно стеклянный купол, это я так немножко, как сказать, гипотетически, ну, чтобы вот для понимания. Но имеется в виду так, что мы ничего не должны от природы брать и ничего, в принципе, гадкого туда не поставлять, в эту природу, понимаете? Потому что возможности природы по очищению, по самоочищению, они на самом деле сегодня уже либо на пределе, либо это вот если мы говорим об углекислом газе, это далеко за пределами возможностей нашей природы по утилизации этого мусора. У нас вот сейчас меньше минуты осталось, можем мы прямо перечислить, что каждый человек вот прямо на своем месте может делать для природы? Ну, вы знаете, во-первых, нужно, конечно, способствовать тому, чтобы энергосберегающая и, скажем, природосберегающая идеология стала модной. То есть, например, если у вашего приятеля есть, у одного есть машина мощностью в 300 лошадиных сил, а у другого приятеля есть машина мощностью, скажем, 75 лошадиных сил, которая берет 4 литра на 100 километров, а у другого 300 лошадиных сил, которая берет 14 литров на 100 километров, то замуж надо идти за того, в котором машина, которая берет 4 литра. Вот давайте на этом замужстве сегодня поставим точку. Алексей Валерьевич Корнауков был у нас в гостях. Вам большое спасибо. Тема бесконечная, поэтому мы были бы рады еще раз, а может быть и не один вас увидеть в нашей студии. Спасибо, до встречи.